добрый темный итальянский вечер всем зрителям ару т.в. мы начинаем вечерний стрим а если вы постоянные зрители ару т.в. то должны знать что во вторник вечернем стриме традиционно и постоянно артемий кивович троицкий здравствуйте артемий киевич здравствуйте остаток рады вас видеть да и все остальные тоже здравствуйте самое важное что нужно знать тем кто нам впервые подключился и не смотрел раньше что ключевая фигура в этом стриме конечно же артемий киевич но ключевая фигура это масса зрителей ну вот вокруг которой конечно же строится это шоу но ключевую такую роль в этом стриме играйте вы потому что от того какие вопросы и комментарии вы присылаете в чате под нашей трансляции напрямую зависит то как этот стрим проходит это уже доказано поэтому прямо сейчас присылайте свои вопросы артемию троицкому комментарии или может быть какие-то темы интересуют вас на которые было бы интересно там услышать мнение артемия троицкого все это уже сейчас направляете в чат под нашей трансляции ну вот сегодня такое 23 01 23 такая дата мы начнем мы мы вечерние и ургант вечерний вот значит пошла в сети такая байка что возрождается вечерний ургант на самом деле вечерний ургант был шоу вечерний ургант вместе с иваном ургантом филиппом киркоровым и другими звездами было воссоздано в таком штучном экземпляре в формате дня рождения известного питерского миллионера баракина и все это было сделано в дубае пошли сразу как я уже сказал от этого слухи что значит возрождается вечерний орган на самом деле нифига он не возрождается и вокруг ивана урганта продолжаются эти все разговоры что признают его иноагентом или не признают вот например депутат очень фамилия эпохальная фамилия депутата новичков депутат новичков очень так яростно требует значит поскорее признать урганта иноагентом мне кажется артемикевич что это абсолютно коммерческий расчет что просто ургант и в вечерний ургант это очень популярное было массовое шоу а теперь чтобы поднять его стоимость его надо сделать только штучным что он может быть только теперь воссоздан по индивидуальному заказу на территории заказчика и теперь он только так будет продаваться что вы думаете обо всем об этом я столько всего думаю во всем об этом ну во первых помимо фамилии депутата новичкова мне понравилась и фамилия миллионера баракин да кстати хорошая фамилия тоже значит что касается иван урганта в самом начале там первым стоял вопрос точнее реплика от екатерины жилиной пишет о том что очень не хватает иван урганта его передачу я честно скажу мне полностью хватает иван урганта даже когда его нет в помине да вот его передачу честно говоря даже никогда толком и не смотрел я я видел какие-то отдельные скандальные какие-то рискованные смелые значит реплики иван урганта но это все идет вот под советским девизом фига в кармане да то есть фига в кармане под крышей у эрнста вот но как-то как-то не могу сказать что я был от этого в восторге вот теперь я думаю ну конечно же иван урганту хорошо заплатили за день рождения миллионера но я не думаю что заплатили больше чем ему платили за ежедневное шоу на первом канале дам ему платили миллионы и ну в общем то и платили по делу потому что ведущим на самом деле очень сильные вот и парень кстати умный остроумный вот хотя и ушло и не в меру думаю что все равно конечно у ивана урганта доходы сейчас не те что были в бытности его благополучную первоканальную вот но зарабатывать надо хотя честно говоря не знаю зачем вот для чего все эти наши шоумены будь то люди типа киркорова или люди типа урганта вот зачем им нужно куда-то лезть в какие-то позорные там эти дубаи я понимаю выступить там в монте-карло в лондоне в майами но это можно дубаи даже небольшая деревня это просто хуй знает что это не уровень это да нет но это 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 какие-то арабские хоромы поставленные ночью какая-то такая арабская цыганщина я бы сказал там отель парус отель парус бульжур араб очень вот очень очень крупное сооружение и так далее но это все как бы ну всем понятно что это новоделы всем понятно что это типа значит какая-то безвкусица сооруженная циничными европейцами и американцами для нуваришей за нуваришские эти нефтяные деньги ну в общем чё тут говорить чем не любите вы эмираты не отдыхая последовательно и не люблю и не отдыхаю и никогда вообще не тянет вот если только разве что за какие-нибудь гигантские деньги я туда поехал но при том что я человек не богатый но в общем то денег у меня хватает у иван органта и филиппа киркоров и тому подобных ребят денег но я думаю раз в сто может быть и в тысячу раз больше чем у меня учитывая их гонорары учитывая их зарплаты и так далее думаю что у всех значит российских шоу-звезд скажем так такого уровня востребованности как иван орган я думаю их припасено в иностранные валюте ну по крайней мере по крайней мере десяточек миллионов а может быть и больше может быть и 20 а может и 30 не трудно сказать но хватит и на всю их жизнь и на жизнь их детей и внуков совершенно спокойно поэтому мне не очень понятно зачем вообще имея такие жировые запасы нафиг лезть в какие-то позорные дубай значит это первое что мне пришло на ум в связи с твоим интересным сообщением второе что мне пришло на ум это это то что вообще говоря конечно сложилось сложилась удивительная ситуация ну и медийная и шоу-бизнесовая и вообще где-то примерно половина российских знаменитостей самых известных самых богатых самых востребованных так далее начиная с пугачёва и галкина и поехали там и тебе и земфира и тебе макаревич и тебе тот же иван ургант и всякие актеры известные актрисы телеведущие так далее вот они теперь как бы в черных списках проживают за границей так далее но при этом популярность их в россии в общем-то не уменьшилась они по-прежнему очень известны и наверное в глубине ума вот если эту вообще имеется у отдельных граждан российской федерации так вот где-то там в этих темных мозговых закоулках они по-прежнему любят на них по-прежнему хотят и вот как вот этой ситуации интересно будет развиваться дальше это не очень понятно мне например потому что скорее всего скорее всего если в россии ничего не изменится то всем этим знаменитостям нужно будет целиком полностью осваивать вот эту самую внешнюю россию внешняя россия это конечно дело хорошее народу уехала из внутренней россии туда уже довольно много она формируется еще да она она потихонечку еще набухает вот ну и бухает конечно тоже пай бухает вот но при этом при этом конечно это процесс непредсказуемый с одной стороны могут люди какие-то может быть и многочисленные даже вернуться обратно в россию с другой стороны но вот если нынешнее поколение условно говоря мои ровесники или там какие-нибудь миллионеры которые наверное меня лет на 10-20 моложе но вот они еще пользуются русским языком моих дети уже скорее всего нифига русским языком пользоваться не будут будут говорить себе по французски по-немецки вот и нафиг им нужен будет и филипп киркоров и иван орган в общем тут тут такая интересная история можно за ней просто будет потом так потихонечку следить когда перипетиями в мыльной есть у меня здесь две реплики по поводу того что вы сказали во первых ровно эту же мысль в нашем эфире сегодня утром вышел этот ролик а записали мы вчера это интервью высказал станислав белковский который как раз и сказал о том что формируется некая мета вселенная и россия будет существовать в том числе и во вне территории россии и вот белковский сказал она уже существует вот вот да то есть она как бы формируется расширяется и если закроют например youtube белковский например не переживает и говорит о том что будет вещать на вот эту внешнюю россию да и мы в принципе наша аудитория ару тв она во многом и есть это самое внешняя россия я к тому что я хочу отослать наших зрителей после стрима найти интервью станислава белковского у нас на ару тв и его посмотреть а второе что я хотел сказать это то что ведь есть определенное количество звезд таких как например ургант и познер которые как бы не определились они не заняли пока не ту ни другую сторону определенно например урган с познером на кипре не знаю как вам кипр по сравнению с дубаем планирует вот провести творческий вечер называется он что-то вроде для хороших людей или для людей ну то есть там опять нет явной позиции в поддержку украины или в поддержку z-операции или чего-то такого вот придется им однажды как-то определиться и занять позицию или так можно бесконечно балансировать вот на двух стульях эти но я думаю я думаю что ургант и познер они очень похожи в каких-то отношениях друг на друга то есть оба люди очень осторожная очень прагматичная при этом естественно умная несомненно орган то я понимаю потому что он еще молодой парень ему еще жить дожить и взять вот и испортить свою жизнь ни с того ни с сего лишиться там всяких пирогов и пышка на исторической родине наверное ему бы этого совсем не хотелось позднера с которым я кстати хорошо знаком лично я не понимаю ну что позднеру уже под 90 лет человек он более чем пожилой скажем так и в общем то расхожие банальные высказывания на эту тему звучит так о вечном думать надо так вот владимир владимирович позднер он мог бы уже давно задуматься о вечном и чем позориться этим своим молчанием высказаться и сказать в общем свое авторитетное слово для многих людей в россии я уверен что позднер это авторитет ну человек во всяком случае известные супер профессионал и все такое прочее вот взял бы и сказал бы что он на самом деле думает обо всем этом ужасе да об агрессивной войне значит тотальные лжи в российских средствах массовой информации ну там и прочее прочее можно долго перечислять причем перечислять вещи абсолютно бесспорное где в общем то как бы и двух мнений быть не может если ты не идиот вот тем не менее он этого не делает мне честно говоря мне за него в этом смысле даже обидно обидно потому что ну вот помрет позднер я думаю что произойдет это учитывая его возраст достаточно скоро ну я себе представляю что напишет о нем в некрологах и кто придет на его похороны и в общем то думаю что это будет очень очень тоскливая история в общем то до некоторой степени как бы не вполне адекватная масштабу его профессиональной карьеры вот собственно очень интересную картину нарисовали прям такую да сильно мне кажется поставьте лайк нашей трансляции артемию троицкому и продолжайте писать ваши вопросы и комментарии их уже есть спасибо большое будем выбирать лучше читать динольби-динольби здоровается с нами говорит здравствуйте артемий здравствуйте остав здравствуйте и вам наш уважаемый постоянный слушатель ну вот монеточка теперь она кстати вместе с вами артемий киевич как как бы это сказать не знаю в одной когорте в одной партии в одной пачке признана иноагентом если у вас комментарий на этот счет что не так давно кстати артемий троицкий здесь у нас в студии ару тв общался с монеточкой при мне по телефону вот мне было интересно даже подслушать их разговор чуть-чуть монеточка елизавета гордыновой очень очень милая девушка и кстати говоря прекрасная артистка вот я поначалу как-то ее не раз слушал поскольку слышал только на каком-то пивном летнем фестивале дикая мята и там она мне не особо понравилась вот а когда а когда послушал вблизи так сказать вполне интимно да еще и лично познакомился она меня очаровала очень милая очень милый не только как человек но и как певица а также поэт лирик то что ее обозвали иноагентом это конечно странно вата потому что монеточка конечно же отнюдь не политическая певица и не активистка и так далее но дружит она наверное с нашим самым таким откровенным и но одним из двух у нас у нас два таких антивоенных артиста наиболее активных и сформулированных это максим покровский ногу свело и это но из mc который иван алексеев и вот с нойзом монеточка очень близко дружат семьями живут они вместе значит ну точнее не вместе а в одном и том же городе вильнюсе они провели концерт партия точнее целый тур поддержку украины где-то вот в конце весны начале лета я был на одном из их концертов вот ну и в этом смысле монеточка она конечно высказывается вполне определенные откровенно не как владимир позднер вот несколько смелее вот хотя как мне кажется объявлять иноагентом вот таких вот людей как монеточка милых трогательных честных талантливых безобидных совершенно по моему по моему в общем это это власти называется дороже выходит то есть они они эти власти этот минюст этот несчастный они себя ставят в какое-то дурацкое и нелепое положение то есть одно дело объявите на агентом дам какого-нибудь там троицкого скажем да да в общем то можно конечно троицкого обвинить и в том и все мы какие-то статички процитировать там тогда монетчик это тут причем что она сказала я я против войны и славы героям украины ну ну это означает что она иностранный агент глупости но и клип про мебель у нее недавно этот берн это тоже но ведь там там очень много таких смыслов содержится видео клип видео клип на песню которая была написана задолго до войны однако пророческой такой стал да да и кроме того видеоряд этого клипа он как бы это это не художество самой лизы вот так что я считаю что что конечно это был идиотский совершенно очередной идиотский шаг со стороны российских властей вот так же как они идиотским образом объявили иноагентом максима галкина да и таким образом вот как декабристы разбудили герцена да а мин юста базов афина агентом галкина разбудил алла борисовну пугачёву нас есть нал борисного вломила всем кому не лень а вот от чего я думаю в менюсть и это головы полетели то есть это было чисто идиотизм просто ну вот с монеточкой может быть идиотизм не настолько масштабный но но от этого не более умный а как вам кажется реально пугачёва нанесла какой-то ущерб нынешней вот этой генеральной линии партии в россии вот своими выступлениями своей позиции она действительно вот в пиаровском смысле их пошатнула как-то или или все-таки нет астап реальный ущерб наносят хаймерсы байрактары и тому подобное приспособление я говорю об информационной а вот значит алла борисовна пугачёва она как бы конкретного ущерба не наносит но если говорить о репутации нынешней власти и об общественном мнении и об атмосфере в стране то тут алла борисовна это даже не хаймерса это просто батарея целая каких-нибудь сарматов то есть думаю думаю что тот факт что алла пугачёва против войны против путина против этого всего безобразия я думаю что во первых об этом знает вся российская федерация все 40 140 с чем-то миллионов вот что уже само по себе важно потому что право пугачёва в общем-то знают все во вторых то что отношение аллы пугачёвый всему этому свинству и позору совершенно определенное это конечно же даже если люди говорят вот борисовна но чего мели дура ничего не понимает там же нацики засели и так далее но это они говорят как бы на публике а на самом деле на самом деле я думаю что большинство населения российской федерации с аллой пугачёвой солидарна и в общем-то особых сомнений по этому поводу не ощущает и тут конечно борисовна борисовна молодец но проблема в том что народ то может ее и понимает и одобряет но при этом нифига не делает и вот это уже это уже совсем другая проблема какое-то зерно она в головы все-таки заранил она в головы вот эти да 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 и весьма разумно хорошо поставьте лайк нашей трансляции подпишитесь на ru tv если еще вдруг этого не сделали и обязательно загляните в топлинк в описании к этому стриму там есть множество наших дружественных каналов которые наверняка будут вам интересны вопросы из чата Андрей посмотрел фильм марш утренней зари хороший добрый фильм спасибо что рассказали о нем и за участие в нем Артемий вы говорили о нем на прошлом стриме посоветуйте еще какое-нибудь кино могу посоветовать фильм который я смотрел аккурат в тот момент когда мне позвонили из но не буду говорить кто позвонил вот и сообщили о том что меня признали ино агентом и раз в другом сидел в кинотеатре большом экране смотрел фильм под названием капитан волоконогов бежал а вот это российская эстонская какой-то еще фильм три страны там по моему в ко продукции ими режиссер забыл это не какой-то известный режиссер но фильм замечательный он очень хорош и по содержанию и что редко бывает с российскими фильмами по форме вот интересно снят отличная музыка вообще по эстетике он мне очень напомнила и они там собственно говоря и выступили даже мою любимую российскую современную рок-группу short paris которые в этом фильме тоже присутствовали и вот это вот вот весь фильм это как-то растянутый на два часа жуткий видеоклип этого самого short paris а вот так что вот этот фильм я несомненно рекомендую это из новых но сейчас на самом деле голова моя занята одним сериалом который наверное в нашей семье посмотрели последним вообще из всех русскоязычных людей в мире потому что сериал еще по он 2018 или 2019 года играет в нем в главной роли превосходный играет тоже мой очень любимый не скажу что друг но знакомый павел деревянку и это сериал домашний арест так слепакова как зовутся ли пока вы не семён семён или сергей по моему семён слепаков напишите в комментариях и он или сергей людей в общем слепаков я с ним просто лично не знакомый на концертах не бывал и все это камеди стендап и так далее меня как-то полностью обошло слава богу точнее это я от него уворачивался изо всех сил вот нация что вот мы посмотрели ровно половину этого сериала первые шесть серий и он просто очень и очень и меня и семью позабавил сейчас в диких трендах ютюба сериал last of us последний из нас по мотивам компьютерной игры вот вышла первая серия там хоть невероятный ажиотаж вы что-то знаете о нем смотрели ли будете ли смотреть я ничего не знаю об этом сериале но в общем то я прислушиваюсь к общественному мнению потому что скажем сериал игра в кальмара естественно тоже этот сериал на нас свалился уже после того как все его посмотрели вот и изобретили его в северной корее слышал я миллион отзывов ну в северной корее я думаю там вообще все запретили и но решил я посмотреть хотя раньше я ни одного северокорейского южнокорейского сериала не видел вот видел энное количество фильмов том что всякие хорошие там типа паразиты там эти знаменитые так далее вот и посмотрели мы игру в кальмары и на сказать в общем то я под впечатлением остался то есть это очень вот очень мощная конечно штука ничего не скажешь то есть можно там выдвигать аргументы за и против но то что это производит сильное впечатление несомненно вот поэтому но если я услышу какие-нибудь хорошие отзывы про этот сериал как называется the last of us the last of us да но пока есть одна серия дни из нас или можно перевести еще наши остатки но вот это постапокалиптический такой сценарий где нас с этой планеты будут вытеснять какие-то формы жизни сришь это среднее между грибами и плесенью вот вот если очень коротко грибы я люблю плесень меньше да ну в общем короче говоря если если вдруг кто-то не смотрел старый сериал домашний арест спаси деревянка то очень рекомендую окей продолжаем мы тут есть целая пачка сегодня таких новостей музыкально репрессивных значит во первых белорусская музыкальная группа тор бэнд признана экстремистским объединением в беларуси вот такой первый случай параллельно с этим тульский 19-летний диджей в россии который во время новогоднего обращения путина параллельно значит путину на экране поставил песню украинского позорного на мой взгляд дуэта потапа и насти каменских я не знаю что хуже смотреть путина или слушать песню от сосны иголочку но российские правоохранители решили что это значит что-то вроде оскорбление реально влепили этому диджею штраф вот что скажете насчет этого и такая что-то вас родни такого по моему когда кто-то попал вставь портрет сталина мячом мячиком и ему дали там срок какой-то вот это что-то такое в лайт версии по моему ну примерно до пример нет но история история с белорусским тор бэндом это конечно это это серьезно это это не хихоньки хахоньки потому что в беларуси на самом деле довольно большое количество музыкантов уже сидит уже реально сидит я сожалению черт надо было мне взять планшет собой что ли вот потому что я получаю некоторую информацию о преследованиях музыкантов беларуси и могу сказать абсолютно точно что ну буквально не за что там сидят ну уже где-то порядка десятка человек из музыкальной общины вот в частности посадили в тюрьму то есть реально на срок посадили в тюрьму дуэт волынщиков то есть это такие волынщики шотландский народный инструмент вот которые на каком-то массовом мероприятии в центре минска играли на волынках естественно инструментальную версию песни цоя перемен и вот за то что они на этих шотландских болынках да еще то наверное в шотландских кильках исполняли перемен их лукашенко засадил в тюрягу вот такие вот замечательные демократические выкрутасы случаются в республике беларусь вот и торбент то есть если их еще не посадили а только назвали экстремистами то арест и посадка это естественно это 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 дело техники боюсь и боюсь что торбент тоже посадят вот я помню эту группу но они играют такой как бы очень традиционный рок такой в д д т шнам что ли ключе вот но при этом в двадцатом году у них было несколько две или три таких очень сильных анти лукашенко ских революционных песен они точно в беларуси может быть они уже выехали я не знаю я я я не могу тебе сказать дай бог дай бог если они успели оттуда уехать но но уезжают же не все некоторые остаются по идеалистическим соображениям кого-то не выпускают кого-то просто такой возможности нет материальной или физической вот эта история с диджеем и стулы на просто мне кажется что эти правоохранители они уже так на сейчас настроены их так настроили что они для того чтобы выслужиться и получить какие-то там не знаю звездочки премии что у них там еще они будут кидаются теперь на каких-то диджеев которые к это странную музыку включают там на фоне путина и и вот дальше будет еще больше такого вот мелочи такой всякой нет но это называется маразм то есть принципе весь путинский режим он абсолютно маразматический это режим идиотов это режим идиотов уголовников поэтому от них можно ожидать чего угодно как уголовники они естественно плевать хотели на любые законы вот единственное что для них имеется это некие понятия вот понятия опять же сугубо уголовная то есть преступная вот это с одной стороны а с другой стороны это банда крайне глупых людей достаточно посмотреть на эти рожи что путин что патрушев что сечен это рожи выродков это вы рожденцы у них у них на лице написано и не надо быть каким-нибудь там ламброзо итальянским криминалистов вот чтобы глядя на эти физиономии поставить диагноз это клинические дебилы ну то есть если не клинические дебилы в смысле совсем еще такие дауны вот то по крайней мере это люди с явными признаками интеллектуального упадка так но у нас тут началась дипломатическая такая перепалка война не знаю уже толкание каким словом это назвать в общем сначала россия попросила эстонского посла выехать потом наоборот после этого латвия в знак солидарности с эстонии попросила российского посла из латвии в общем идет такое понижение дипломатического уровня вот куда дальше на ваш взгляд может зайти вот это размежевание между балтийскими странами и россии как вообще вы это воспринимаете насколько на ваш взгляд имеет большое значение сейчас вот эта дипломатическая история ну я думаю это самое начало дипломатической истории думаю что разумеется россию и конкретно миды очень раздражает поведение скажем балтийских стран то есть понятное дело что для них все эти эстония латвии литва и так далее это вообще не пойми чего бывшие советские республики население полтора два с половиной миллиона и так далее еще они себе позволяют мелюзга это вот это их раздражает поэтому а поскольку и эстония и латвия и литва ведут себя в общем-то очень вызывающий дерзко принципиально честно и так далее и при этом и при этом их поведение в общем-то во многом вдохновляет и другие страны более крупные первую очередь соседние скажем финляндия польша словакия чехия и так далее то в общем да конечно российские власти на маленькие балтийские страны обозлились очень и очень серьезно но и думают о чем можно сделать как можно наказать ахо надо прогнать посла нафиг понизить уровень дипломатических отношений тем более нафиг нам вообще нашей великой стране нужны какие-то дипломатические отношения с какими-то там этими которые там завалялись под боком мелочь эту и реакция латвии тоже абсолютно понятно что и существует балтийская солидарность я совершенно не исключаю что за латвии последуют и литва тоже вот но это все на самом деле может быть при люди более серьезной игре а именно а именно к фактическому прерыванию отношений с россией уже не только на каком-то экономическом или гуманитарном уровне но и на дипломатическом уровне то есть не общаться с россией вообще то есть вот нет такой стороны они преступники мы их знать не хотим и и вот если и вот если эта линия получит продолжение в европе скажем а может и за ее пределами вот это будет тогда конечно не российской власти вообще российскому миду в особенности это будет крайне не сладко вот то есть мало того что все все российские дипломаты уедут из симпатичных европейских и американских столиц и окажутся в государстве как там это государство на букву эритрея или какой-то там эрисване или там чё но все они тут не окажутся здесь сегодня лавров один больше работать они все соберутся в душном здании мида и на там будет ужасная атмосфера там будет переполнены все кабинеты будет нечем дышать будут драки за столы и за офисные помещения я думаю они в эритрею они двинут в эритрею вануату там и так далее вот что конечно что конечно очень мило с точки зрения климата страны все в основном очень теплые во всех стальных отношениях так себе конечно да не очень привлекательный аттракцион и конечным результатом всего этого принципе конечно может стать битва в организации объединенных наций а вот это уже будет просто такой дипломатический бахмут битва что вы имеете ввиду битва я имею ввиду что в общем то имеется у многих стран совершенно определенное желание выпиздить российскую федерацию из как минимум совета безопасности организации объединенных наций как максимум из организации объединенных наций вообще значит прецеденты второго типа имеются то есть советский союз в тридцать девятом году после не спровоцированного нападения сэр на финляндию исключили из лиги нации была такая организация лига наций как бы аналог аналог организации объединенных наций вот не такая как бы крупная и не такая влиятельная но тем не менее ничего более крупного и влиятельного в то время в мире не было и сср оттуда исключили соответственно в общем то есть шанс что и путинскую федерацию тоже оттуда попрут и это бы конечно означало просто но такого еще не было такого еще не было в мировой истории послевоенной да и вообще никакой вот чтобы предпринимали такие меры такие санкции про на какой страны вот если это будет но это будет все то есть в организации объединенных наций заседает даже северная корея уже не говорю там про иранами венесуэлу никарагуа и тогда и они там все при всей их идиотности но они в организации объединенных наций сидят и никто их оттуда исключать в общем-то никогда не собирался а россию в общем-то исключить хотят по разным причинам вот в том числе и формального свойства ну то есть скажем считается что россия не прошла те процедуры которые она должна была бы пройти в девяносто первом году чтобы стать официально легально сертифицирована преемницей ссср в организации объединенных наций то есть как бы никто не хотел на эту тему париться украине белоруссии это было как бы пофиг ну и россия как бы автоматом так вот на на автопилоте уселась вместо сср в совет безопасности а вот всякие формальные процедуры которые прошли скажем чехия со словакии во время распада всею страны бывшей югославии после распада вот они все сделали законно к ним претензий нет а россия по этой дорожке не прошла эти бумажки не подписала эти процедуры на себя не примерила вот поэтому в общем даже помимо уже там войны и агрессии и так далее но имеется и такого рода поводы я думаю это скорее повод а не причина причина понятно какая а повод а повод это вот и все эти формальные нарушения но что должно там к это критическая масса не знаю воли стран участниц оон каких-то ключевых стран должна собраться чтобы это начало двигаться потому что пока это просто такая вот красивая красивая штучка но практически это же пока не движется никуда ну по крайней мере разговоры об этом уже идут и разговоры упорно естественно это такая маши махина которую которую очень долго легко не свернешь вот но во всяком случае уже хотя бы об этом заговорили мне за мне тут прислали реплику значит ли оша трампелдор говорит астап знает другие смыслы кроме пиаровских нет уважаемый ли оша трампелдор вы мне пришлите помогите мне стать лучше пришлите мне 10 смыслов комментарий и я их все себе выпишу и буду ими здесь активно оперировать все это будет благодаря вам так продолжаем что-то у меня экран на три четверти чем-то загорожен какой-то красный я не вижу вандрат малья почти не вижу вопросов так артемик давайте знаете вот о чем вы когда-то опубликовали такой путеводитель по москве по каким-то особым местам москвы они были эти путеводители популярны не был такой богемный дух вот сейчас в москве разместили значит зенитные орудия на крышах зданий и вы как человек который чувствует москву визуально так хорошо и представляет вот вы бы вписали в какой-то путеводитель вот эти вот объекты с зенитками теперь в москве ну этот путеводитель мой по москве он назывался на самом деле тусоводитель я и слова даже такое придумал тусоводитель у тогда было популярное слово тусовка я не знаю сейчас она еще в лексиконе или нет да и как раз тусоводитель этот вышел когда москва свинговала вовсю и и тусовка просто в полный рост этим городом вертела то есть где-то в начале нулевых годов я написал этот тусоводитель значит по поводу этих зенитных орудий чем и даже не орудия это не то что это не то что скажем в сорок первом сорок втором году стояли зенитные пушки там обложенные мешками в москве и ленинграде вот а тут зрк зенитно-ракетные комплексы какие-то с 300 с 400 вот или похуже там какие-то панцирь там и так далее интересно что самые крутые зенитно-ракетные комплексы стоят даже не в москве то есть москве они тоже есть кажется в парке лосиный остров я читал а стоят они где-то там в районе рублевки недалеко от резиденции путина нового гарева а также на валдае это вообще довольно далеко от москвы около резиденции путина не помнишь как она называется на вот на валдае пока я не прочел вот про эти самые рублевско-валдайские штуки я конечно я конечно решил что это скорее пиар акция что это просто значит решили власти ну поскольку путин уже начиная со своего новогоднего обращения стал готовить население российской федерации к войне и говорить что все очень серьезно и надо нам значит идти на всякие жертвы и лишения и намекнул что это будет не дело трех дней как считалось ранее дело большего количества дней тогда я подумал что это вот в том же духе решили значит еще все вот эти устрашающие речи припорошить немножко такой вот специей в виде зениток на крышах зданий тем более здание все такие видны там генштаб по моему лубянка там и так далее очень такие исторические здания силового это кстати предназначение а вот я думал что это да что это такая довольно примитивная пиар акция опять пиаровские смыслы у нас пришли призванное призванное значит настроить народ значит на на серьезный лад так слегка напрячься приуныть согнуться в общем то есть как бы такое такое полу запугивание полу предупреждение вот но когда разместили эти зенитно-ракетные комплексы вот на валдае рядом с путинской резиденции я понял что нет что в общем то ну пиар эффект он тоже естественно присутствует это тоже значит полезно для устрашения народа населения но что помимо этого значит по-видимому они действительно верят в то что будут какие-то атаки то ли со стороны украины то ли со стороны нато америки в общем непонятно кого вот но что будут атаковать атаковать будут значит путинские хоромы атаковать будут министерство обороны фсб и так далее то есть по-видимому как какой-то серьезный смысл тоже имеет но теоретические теоретические да ведь украинские дроны они же там атаковали летали до аэродромы да причем и на юге кажется в саратовской области и в общем-то это достаточно недалеко от москвы а именно в калужской области вот поэтому поэтому может быть может быть на самом деле напугали эти украинские дроны беспилотники наших генералов до такой степени что они решили украсить украсить москву вот таким образом с точки зрения эстетической я считаю что в общем-то это особо москву не портит вот насколько это эффективно с точки зрения военной я понятия не имею у вас точки зрения просто такой вот пикантности по моему это очень-очень даже неплохо то есть идешь по центру города зенитки стоят в мирное время мирное я конечно время или она некрасова задает много вопросов некоторые из них такие достаточно глубокие но в то же время легкие вот например вы говорили артеме киеве что в юности вашей главной мотивации было создавать вокруг себя для себя своих друзей своих девушек какую-то более менее веселую ситуацию что является вашей мотивацией сейчас да раньше я просто любил весело пожить и и и повеселиться и окружите себя и свои компашки всякой хорошей музыки и веселыми приключениями и так далее но это вообще это свойственно молодости вот я уже не очень молод вот поэтому естественно мотивации претерпели претерпели некоторые некоторые изменения то и сейчас я семейный человек в первую очередь и поэтому не могу сказать что ну вот какое-то желание делать что-то вот для всех для каких-то больших компаний или там для всего народа или там для всех меломанов вот что она теперь как-то меня особо тревожит нет нет сейчас сейчас как бы я стал гораздо более индивидуалистичен чем было раньше то есть я по-прежнему стараюсь сделать какие-то хорошие вещи для людей ну вот скажем я делаю прекрасную музыкальную радиопередачу музыка на свободе на радио свобод я считаю что для всех людей которые серьезно интересуются музыка это очень полезная программа и таким образом как бы я и себя тоже утешаю что вот приношу некоторую пользу людям вот но это конечно не настолько масштабно как те акции которые я устраивал в семидесятые восьмидесятые девяностые годы такой вопрос не могу не прочитать и какой-то какая-то новость и связанные с этим значит у нас тут диск джоке и арте и как вам между ножный храм волочкова это что то что то на это какой-то опять она акцию устроила что ли или что это знаете что-то в этом я не между ножны и храм волочкова звучит хорошо да вот я поэтому и прочитал я первый раз об этом слышу ладно надеемся что мы слышим и последний раз об этом так пойдем дальше нет но я думаю что в любом случае если если волочкова анастасия и помню за да если анастасия волочкова действительно придумал такой аттракцион под названием между ножный храм но это очень смело это очень круто концептуально вот но но боюсь боюсь это может оскорбить чувство верующим да 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 так что выражали депутатиков соответственно выражаю выражаю некоторую тревогу в отношении анастасии волочкова и вот и и и храм и и и храма разумеется вот и и и желаю чтобы чтобы обошлось без травм и разрушения да с божьей помощью артемий раньше вы говорили что следуете да а по-своему в чем это выражалось вы по-прежнему следуете этому пути но философские вопросы это это от елены некрасовой тоже да 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 нет я бы я бы не хотел отвечать на на вопросы серьезные заумные и так далее поскольку программа у нас окей все-таки не философские беседы всего-навсего под йо вот и я не думаю я не думаю что какие-то мои умствования тут будут особо уместны хорошо идем дальше ваши вопросы продолжаем принимать в чате под нашей трансляции я стараюсь брать больше все-таки вопросы вот иногда философские но скорее больше такие общесоциально-культурные потому что все что касается музыки это все-таки картемию киевичу в живой уголок вот тут про про юрия шатунова про разные группы это 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 все туда вот в живой уголок ну может быть сегодня парочку разве что захватим отменен концерт дениса мацуева в вене вот вы как думаете все-таки теперь не может быть искусство отдельно от политики и нужно либо определиться с позицией либо занять позицию даже музыкантом большим для того чтобы быть так сказать принимаемыми где-то в европе что вы об этом думаете ну во первых я не считаю дениса мацуева особо большим музыкантом такой попсовый классический исполнитель то есть это конечно не святослав рихтер ну а по сути того вопроса да конечно я уже много раз высказывался на эту тему то есть если у артиста есть совесть он будет на стороне совести на стороне света на стороне добра и так далее как это все говорят вот в данном случае на стороне света означает против против агрессии против насилия против убийства против войны и так далее против всего этого путинского фашизма это совершенно очевидно вот если артист хочет отмалчиваться ну как бы это его дело это его выбор я считаю что это выбор достаточно позорная главное очень сомнительный потому что как мне представляется определиться все равно придется раньше или позже вот но придется карты на стол выложить вот но что касается до тех артистов которые всю эту мразоту поддерживают ну естественно они они тоже сделали свой выбор они решили там кто силу убеждений кто в силу личных привязанностей большинство конечно в силу просто собственной алчности и трусости вот они поддерживают значит путинскую всю эту мерзость вот ну и получают по заслугам естественно так что досталось уже и гергиево досталось уже и и нет репка досталось там еще и нам у количество наш на классических и попсовых артистов которых не пускают концерты отменяют там и прочее и прочее вот и музыкантам и танцорам есть там этот танцор кстати знаешь что то есть татуированный не помню фамилию вот так что удивляться удивляться тут абсолютно нечего возмущаться тут тем более нечему ну то есть вы себе представьте что там идет мировая война и и тут вдруг нью-йоркская филармония принимает значит герберта фон караяна вот это мало вероятно вот что поддерживающий гитлера хотя и великий действительно в отличие от мацуева музыкант фон караян вот смог бы в такой ситуации выступить вот и как я уже опять же неоднократно говорил это даже не дело государственной позиции то есть мацуеву где там в вене там или где отменил концерт отнюдь не австрийский минкульт если он там есть вряд ли по моему он там вот но даже если есть все равно это не австрийское правительство это не канцлер отменил этот концерт собственно вот этот концертный зал и его дирекция и не только потому что мацуев поддерживает путинскую агрессию но и исходя из чисто прагматических соображений потому что они прекрасно знают что на этот концерт придут люди которые закидают мацуева тухлыми яйцами они прекрасно знают что перед концертом будут стоять пикеты с плакатами протеста и точно так же они будут знать что билеты на этот концерт люди покупать не станут а если станут то в общем-то в очень ограниченных количествах скорее всего все билеты скупит российское посольство а вот поэтому поэтому нафиг им это надо нафиг им нужны все эти проблемы все гораздо хуже артемикевич вот тут костянтин костянтин т прислал нам поправку оказывается речь о том что это не между ножный храм а между ножный хрен волочков но с храмом то было покруче я не знаю я просто не знаю о чем речь напишите в комментариях храм или хорил это реально какой-то какой-то разгон в интернете напомними храм между ножный и хрен между ножный но храм действительно круче но хрен тоже так это нет но между ножный хрен тут все понятно а между ножный храм это это инскую природу им экране это А, вот, да, Полунин, фамилия этого танцора. Я его не видел, но там что-то читал про него, и фотки какие-то демонстрировались. Артемий, когда говорят пушки, музы молчат. А вы как считаете, как правильно? Это еще один философский вопрос. Да нет, конечно, когда говорят пушки, музы на это реагируют. Естественно, реагируют по-разному. Одни музы прячутся в подвал, а другие музы выходят, значит, и идут в атаку. Музы очень разные бывают, вот, ну, естественно, когда пушки говорят, только идиоты на это не обращают внимания. Спрашивают, как вам последняя Масяня? Если вы имеете в виду Масяню, когда они просыпаются, выходят на улицу, а там никого, ни одного человека нет. Ну, хорошие Масяни. В принципе, все Масяни хорошие. Олег Куваев молодец. Я очень рад, что немножко с ним знаком. Вот, и эта последняя Масяня тоже, тоже прекрасная. Может быть, она не такая, как бы, на разрыв души, как предыдущая Масяня, которая была просто, ну, такая совсем трагическая. Вот, это такая более фантастика-юмористическая, но все равно прекрасная. Так что Куваев просто великий народный артист. Вот Владимир Сорокин дал интервью немецким СМИ и много таких интересных смысловых моментов дал. Главное о том, что он назвал это красной пирамидой, что вот эта тоталитарная природа российской власти, она, в общем, со времен Ивана Грозного никак не поменялась, и до сих пор эта красная пирамида транслирует свои излучения. И, в общем, все время в плане российской власти те же яйца, только в профиль. И назвал он нынешнее время тем, что Россия, в общем, закапывает все свои какие-то ключевые преимущества в мире. Будь то углеводородное преимущество, обезмущинивание, вот он такой термин привел здесь, что мужчины, как бы, в России исчезают и их закапывают тоже. Какие такие, тут даже не сформулируешь, наверное, такой четкий вопрос по тому, что высказал Сорокин, просто какие у вас, скорее, эмоциональные ощущения от его интервью? Ну, что ты скажешь? Володя Сорокин – великий писатель, реальный современный классик, которого в будущем будут читать и изучать так же, как целый ряд классиков до него, включая, как он их назвал, «Трех бородатых» Толстого, Достоевского, Чехова. Кстати говоря, мой знакомый и бывший сосед, и мой ровесник, он тоже 55-го года рождения. Значит, во-первых, я просто анонсирую это интервью, оно напечатано на портале «Радио Свобода». Провел интервью Андрей Архангельский, не путать с Александром Архангельским, тоже хороший парень. Это здоровенное интервью, в котором Сорокин высказывается, я бы даже сказал, в нехарактерной для себя развернутой манере, потому что Сорокин, он вообще не любит говорить. Он не любит говорить, очень неохотно дает интервью. Я его прекрасно понимаю, он великий писатель, он создает художественную прозу, поэтому не должен и не обязательно ему нужно высказываться в публицистике, интервью и так далее. То есть, это не профессиональный болтун вроде меня, например. Но здесь он разговорился и, надо сказать, что наговорил много всяких интересных вещей. Мне в этом интервью, скажем, очень понравился его тезис о деградации. То есть, он вывел такую формулу, что если деградирует власть, то неизбежно деградирует и население. И, ну, я еще как бы не было бы у меня времени серьезно поразмышлять над этой формулой. Но это, конечно, интересная история. Мне кажется, это двунаправленный процесс все-таки. Ну, тут он это выводит просто из того, что нынешняя власть, она на самом деле никак не изменилась со времен Ивана Грозного. То есть, ее основным инструментом и вообще основным культом является насилие. Вот. Ну, и действительно, все, наверное, читали День опричника и так далее. Это абсолютно убедительно. Это оказалось при том, что День опричника был написан в 2006 году. Тоже пророческая такая история. Оказалось, просто стопроцентно пророческая книга. То есть, ну, вот как в воду глядел, да? И он там пишет, как ему пришла в голову эта аналогия, эта метафора с опричниками. Как он видел, как ездит по Ленинскому проспекту, а мы жили как раз друг напротив друга по обе стороны Ленинского проспекта. Вы и Сорокин. Да, да, да. Значит, я со стороны Университетского проспекта, он со стороны улицы Дмитрия Ульянова. И мы наблюдали неоднократно проезды кортежа Путина из аэропорта Внуково и так далее. Когда сначала зачищали нафиг весь Ленинский проспект, всех, значит, людей, значит, в стенку вминали все автомобили, значит, по боковым улицам и в подворотни и так далее. Значит, царь едет. И на какой-то космической скорости, исключительно на машинах марки Мерседес, на Меринах так называемых, значит, это все ездит и так далее. Вот, в общем-то, да, хорошая сценка такая. Сорокин, да, и говорит, что раньше ездили на Меринах, теперь тоже на Меринах только немецкого производства, но он еще говорит, что Мерин, это что такое Мерин? Это кастрированный жеребец. Да, в общем, очень много, очень много, на самом деле, всяких таких очень красивых, символических совпадений. Вот, ну, я считаю, что мы хорошо отрекламировали интервью Владимира Сорокина. Вот, советую всем, всем это интервью почитать. Это правда, я прочитал выдержки только ключевые, для того, чтобы подготовиться к разговору с Артемием Кивовичем, но я обязательно перечитаю целиком, не спеша, вдумчиво с тем, чтобы воспринять. Потому что это такое очень качественное, очень полезное для ума чтение. Константин Токарев спрашивает, Артемий Кивович, как вы думаете, пока власть не похоронит Ленина, может что-нибудь измениться в России? Благодарю за ответ. Я думаю, что мавзолей и, значит, этот самый, то ли труп, то ли муляж, то ли грипп, то ли плесень, Владимира Ильича Ленина вообще никакого особого значения не имеет. Смысл он некоторый несет, но значения точно не имеет. То есть я не принадлежу к числу тех ребят, которые завоевают по поводу того, что вот пока, пока этот зомби лежит на Красной площади, все будет в России ужасно и так далее. Не, не, нифига подобного. Я думаю, что вполне, вполне даже при Путине могут, значит, Ленина оттуда сковырнуть, мавзолей переименовать в храм Анастасии Волочковой или как-нибудь еще, вот, это не имеет значения. Это не имеет значения, тем более, тем более, что, ну, Ленин, на мой взгляд, он был как бы искренним реформатором. Он на самом деле хотел как лучше. Другое дело, что хотелки его не хватило, сифилис его свалил, вот, ему на смену уже пришли ребята, в первую очередь Сталин и Виссарионович, которые же отнюдь не хотели как лучше, а которые хотели так, значит, чтобы ему было хорошо, а все остальные пусть дорожали бы от ужаса. Вот, так что Ленин – это не худший, это не худший экземпляр в новой российской истории. Вот, я бы скорее обратил внимание, вот, на его преемников, а именно Сталина и Путина. Вот эти ребята намного, как я считаю, гнуснее, чем Ленин, и при этом еще намного глупее. Потому что Ленин, хотим мы этого, нет, я в свое время много Ленина всякого прочел, и полное собрание было у моих родителей и так далее. И Ленин был интеллектуалом, и спорить с этим невозможно. Он на самом деле был очень талантливым политиком, он был умным человеком, вот, естественно, со своими догмами, тараканами и так далее, вот, но идиотом, садистом, кровопийцем и так далее, я бы его, я бы его не назвал, хотя, объективно говоря, конечно, он разверст такие шлюзы, в которых хлынула кровь, но я не думаю, я не думаю, что он это делал целенаправленно, намеренно и сознательно. Вот почему он, он действительно, ну, понятно, что интеллектуал, и если как теоретика его воспринимать, да, но два вопроса, зачем было высылать лучших людей и гнобить их уже при Ленине, имею в виду философские пароходы и условия, которые были созданы для лучших людей, для интеллигенции. И второе, ну, вот то, что он сделал с крестьянством, вот это, ну, как это, как вот уложить это вот в одну историю? Нет, с крестьянством, во время коллективизации Голодомора и так далее, это сделал Сталин, а не Ленин. Но я про другое, что Ленин приказывал расстреливать крестьян, если они не... Это называлась классовая борьба, то есть был передовой класс, рабочий, была там интеллигентская прослойка, был отсталый класс, крестьянский. Я же говорю, что Ленин был догматиком, и он, конечно же, был человеком жестоким, был бесчеловечным человеком. Вот, поэтому в контексте этой самой классовой борьбы, в общем-то, крестьяна можно было пускать в расход. То же самое касается философских пароходов. Вот, это была чистая политика, замешанная на идеологии, поскольку они считались идеологическими врагами. Ну... Говно нации, если он был бы... Если бы Ленин был бы Сталином, он бы их расстрелял. Или эти пароходы, скажем, как-то было с баржами зэками гулаговскими, заводили баржи полные зэков, ну, это у Солженицына в архипелаге описано, заводили их куда-нибудь там в середину большой реки Обь, и там, значит, взрывали, и все это уходило на дно, да. Вот, так бы поступили с философскими пароходами. Но нет, он дал писателям, философам, теологам и так далее из страны свалить. В общем, это был для них отнюдь не худший вариант. Еще о писателях. Троицкий знаком с Пелевиным. Есть ли какая-то история про Пелевина? Правда ли, что Сурков дружит с Пелевиным? Ну, дружил, мне кажется. Я знаком с Пелевиным, потому что как раз Пелевин стал набирать какую-то известность и популярность в середине 90-х годов. Я тогда был основателем, главным редактором журнала Playboy, который я, помимо всякой эротики, порнографии и так далее, очень хотел сделать респектабельным, интеллектуальным, литературным журналом. И с этой целью я привлек для сотрудничества в Playboy всех, ну или там почти всех, всех мне известных, скажем так, лучших российских авторов. Привлекал я их в первую очередь высокими гонорарами. То есть я считал, что на самом деле этим я даже как бы выполняю некую такую социально-культурную функцию, потому что денег у меня было много, бюджет у журнала был большой. Вот, естественно, подочетно, я там ничего не воровал. Вот, а напротив был рад все деньги, значит, запустить каким-то хорошим людям на нужное дело. Вот, и для Playboy писали специально рассказы, в общем-то, все главные писатели того времени, и Сорокин, кстати говоря, у меня там печатался, и в частности мы напечатали три, по крайней мере, рассказа Пелевина, которые были написаны им специально для журнала Playboy. Я даже не знаю, после этого они где-то выходили или нет. В принципе, не должны были бы, потому что копирайт был наш плейбойский. Вот, а Пелевину это было очень-очень выгодно, и он мне сказал однажды, что за один рассказ он получал больший гонорар, чем весь его аванс за новый роман. Скажем, в то время это было, ну, там, что-нибудь ОМОН-Рай или из жизни насекомых, что-нибудь такое. Вот, потому что я точно помню даже, что я платил вот всем этим писателям, и Пелевину, и Мамлееву даже, вот, я платил гонорар в размере полторы тысячи долларов. За рассказ. Полторы тысячи долларов за рассказ. Это год? И вот Пелевин мне сказал, что ему издательство, я уже не помню, с каким издательством он тогда работал, вот, что он вот сейчас вот сдал издательство в свой новый роман, я думаю, это было из жизни насекомых, что он получил меньше, ну, там, скажем, тысячу или тысячу. Это какой год? Чтобы понимать масштаб денег? Это 95-й, 96-й, 97-й. Ну, типа полмашины такой средненькой, среднего качества. Вот, так что тогда мы с Пелевиным общались. Я помню, я помню, ну, одно у нас было такое совсем хорошее общение, это в 98-м году в Москву приезжали на гастроли, выступали на стадионе Лужники, в конце августа группа Rolling Stones, вот, ну, и я там имел очень косвенное, но имел некоторое отношение к организации гастролей, вот, а с Джеггером мы уже тогда были хорошо знакомы, так что Джеггера и Чарли Уотса, барабанщика, я был их экскурсоводом по Москве, с девушками некоторыми красивыми познакомил, вот, в общем, хорошо мы проводили время, вот, и в частности была одна такая вечеринка в честь Rolling Stones, на которую я пригласил аккурат Виктора Пелевина, вот, он туда пришел, вот, и общались мы там с Пелевиным и с Митом Джаггером, конечно, компания была замечательная. Вот Алексей Тюрин спрашивает, сейчас, Алексей Тюрин, Артем Киевич, как выглядел Виктор Пелевин? Он был в очках темных? Вообще, вообще, Пелевин, как правило, ходил в темных очках, да. Ну, у него лицо такое, не скажу, что особо миловидное, вот, ну, я бы сказал, такое простецкое у него лицо, и темные очки, бесспорно, и очки вообще придавали его внешности, его лицу, в общем-то, некоторую загадочность, значимость и так далее. Он так же, как я, у меня, вот, у меня тоже рожа такая, ничего особенного, очки наденешь, вроде как... На многом одни. Вроде как и заумного сойдет. Вот, так что, да, да, Виктор, Виктор был в очках, вот, он вообще был интересным малым, он жил, он жил в квартире вместе со своей мамой престарелой, в районе Чертаново, вот, нет, ну, потом, естественно, он там сильно разбогател, и наверняка жил уже не там, но вот, когда мы с ним общались, он жил в Чертаново. А сколько ему лет было? Вот, и я ему звонил еще на домашний телефон тогда, нет, ну, конечно, мобильные телефоны, ци, нет, а может, и не было еще тогда мобильных телефонов, я точно не помню, честно говоря, но я звонил ему домой, у меня был его домашний телефон, как в то время водилось, иногда трубку поднимало, она чаще поднимала трубку его мама. Вы говорили, позовите Виктора. Да, 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 здрасте, здрасте, это Троицкий, а Витю можно? Офигеть. А сколько ему тогда лет было, вы помните? Я не помню. Нет, ну, а когда крайний раз вы с ним общались? Он моложе меня, совершенно точно. Он моложе меня, причем существенно моложе меня, я думаю, лет на 15 моложе меня, но сколько лет ему тогда было, я не помню. Но сейчас следы его окончательно потерялись? То есть вы не знаете, где он? Нет, ну, Виктор, он вообще, он как бы, он человек-загадка, он из своей собственной жизни тоже делает какое-то такое странное произведение, не скажу, что литературное, ну, такое, экзистенциальное, вот, я знаю, что он много ездит по всему миру, то здесь, то там, кто-то докладывает, что его видел, с ним даже общался. Я его не видел и не общался с ним уже лет 20. Михаил пишет, очень любим музыку на свободе, но почему и там надо объявлять про иноагентство? Ну, вы знаете, что я там про иноагентство в музыке на свободе ничего не говорю. То есть программа, она вот как она была, так она и есть. Единственное, что вот на страничке этой программы, на сайте, как называется, на портале Радио Свобода, вот, там имеется у этой программы, значит, тоже свой такой подпортал, вот, где печатаются плейлисты программы, где печатаются, ну, в каждой программе там у меня имеется один такой центральный сюжет, и про него я пишу, да. Ну, вот, скажем, там, последний у меня был сюжет, это про отличнейшую турецкую психоделическую группу под названием Баба Зула. Такие турецкие звуки му, такие, отличнейшая группа. Вот, значит, про нее. И, соответственно, на страничке программы «Текст». До этого, скажем, у меня была программа про арабский рок 60-70-х годов. То есть, как-то ни странно, в арабских странах, Марокко, Алжире, там, и так далее, даже в этих странах, Эмиратах, там, в общем-то, тоже были, ну, в Алжире и Марокко, такие даже настоящие рок-группы, но в основном все-таки это были такие, как бы, такие полупопсовые, полуроковые исполнители. Вот, вот об этом у меня там тоже маленький очерк такой. Вот, и вот там вот, где напечатан мой текст, вот там стоит просто вот эта плашечка, совершенно безобидная плашечка, где написано, что данный материал там создан или распространен иностранным агентом, а в конце там стоит приписочка, что Арсений Метроицкий с этим статусом не согласен. Я с ним на самом деле не согласен, то есть, не то, чтобы меня это сильно возмущало, но я уже говорил, что меня возмущает то, что я никогда никим агентом никого не был, никогда в жизни, ни на какие государства, будь то советское, эстонское, или американское, или какой не работал. Так что меня возмущает вот этот факт. На этом и поставим мы точку в нашем сегодняшнем стриме, а вы лайк нам поставите. Так, дай-ка я гляну. Еще, ну тут, в общем-то, все вопросы мы такие, если вы что-то еще хотите. Как вы относитесь к Алексею Панину? Хорошо, я с ним только недавно общался. Веселый парень. Как относится к Бобу Гелдафу? Я с ним очень мало знаком, мы с ним встречались несколько раз на всяких таких пафосных, культурных мероприятиях. Ну, как к музыканту, я к нему отношусь абсолютно равнодушно. Я не считаю его интересным. Музыкантом, ну а как человек, я считаю, что он очень здорово, очень здорово раскрутил вот всю эту тему благотворительных концертов. Благодаря этому вошел в историю. Молодец. Да? Все? Все, спасибо всем. Следующий эфир с Артемием Кевичем в следующий вторник. Чуть-чуть в другом формате, но не менее интересно будет нам с вами всем. Спасибо. До свидания. До новых встреч. Спасибо всем. Пока, ребята. Не замерзайте и не промокайте. А, и поздравляю, кстати, с наступившим пару дней назад годом черного водяного по китайской версии кролика, по японской версии кота. Ну и, разумеется, желаю, чтобы год был мягким и пушистым, и было приятно его поглаживать. Окей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok